Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Канал у меня исторический, немножко приключенческий. И сегодня такая историко-приключенческая распаковка нас ожидает. Ко мне пришел китайский металлоискатель TX-90. Собственно, прямо сейчас предлагаю вскрыть, посмотреть комплектацию, подключить, проверить, работает или не работает. И расскажу, зачем мне вообще металлоискатель и почему я решил купить именно эту модель. Оставайтесь на канале, погнали! Давайте начинать! Ну что ж, давайте приступать к распаковке. Вещь действительно долгожданная, но не потому, что я долго ждал, пока ее привезут. Нет, я очень долго мечтал о металлоискателе. Почему не купил? Уже давно, спросите вы, все на самом деле очень просто. Когда-то давным-давно у меня не было денег на покупку металлоискателя. Потом, когда деньги появились, перестало появляться время для того, чтобы с ним ходить. И покупать его не было никакого смысла. Сейчас вроде как и деньги есть, и время появилось. Но фирменный металлоискатель стоит уже действительно очень дорого. И поэтому, собственно, я решил посмотреть на рынок китайских приборов. Тем более, что за последние несколько лет там действительно появились хорошие вещи. В прошлом году у меня на обзоре был металлоискатель MD6350. Я им владел целый месяц, достаточно успешно походил. Можно посмотреть уже видео на канале. Но в этот раз я решил себе купить TX-90. Он более профессиональный, он более интересный. Кстати говоря, эта посылка шла ко мне три дня. Не больше, не меньше. Китайцы каким-то образом научились привозить быстро. Но это опять же со склада в Москве. Итак, что у нас здесь? Все аккуратненько лежит. Это, кстати, сама коробка не мятая, не битая. Ничего с ней не произошло. Курьер принес мне посылку прямо домой. Поэтому это, знаете, это не Почта России. Итак, что здесь? Инструкция и какие-то болтики. Это, собственно, системный блок. Голова, катушка и штанга с ручкой. С чего начнем? Давайте будем потихонечку вытаскивать. Вот. Почему именно этот металлоискатель решил я купить? Потому что это копия с профессионального металлоискателя. Если мы говорим о 6350 или 6250 металлоискатель, то там копия с металлоискателя АСИКа 250, АСИКа 350. И это как бы металлоискатель начального уровня. Здесь за основу был взят уже металлоискатель достаточно хорошего уровня. И поэтому получился неплохой прибор. Так, это у нас голова. Дальше катушечка. Кстати говоря, катушка у нас водонепроницаемая. Видите, да, здесь все прям хорошо, грамотно сделано. И во многом из-за этого я тоже взял этот прибор. Соответственно, можно заниматься подводным поиском на глубину до системного блока. Ну, грубо говоря, на пляжах на глубину там до метра спокойно можно им ходить, звонить. Мне больше не надо. Я глубже лезть и не хочу, поэтому это в какой-то степени расширяет возможности поиска. Потому что в основном я хочу заниматься поиском на пляжах. Вот, никакой черной археологии не предвидится в моем случае. То есть, ходить там по полям – это не мое. Пляжи. Бросаем магнит и, собственно, проверяем металлоискателем сам пляж и территорию. И вот такие вот две штанги. Давайте это быстренько соберем. Кстати говоря, интересный момент. Есть инструкция. Инструкция на английском языке. Иероглифов вы здесь не увидите. Да, это уже не тот Китай, который был несколько лет назад. То есть, можно почитать инструкцию на английском, если знаете английский. А если не знаете, то есть вот такая вот прелестная вещь. Называется «быстрый путеводитель». Ну и, собственно, здесь краткая инструкция. Как собирать, как подключать и какие-то примерные органы управления. Я еще толком в этом не разобрался. То есть, понятное дело, что я посмотрел миллион видео на Ютубе про все китайские металлоискатели. И в теории я знаю, как он должен работать. Я знаю, как он должен искать. Но, понимаете, я не могу вам сейчас начать тут рассказывать, что да, тут вот такая вот. Тут такой режим. Здесь металл. Здесь режим дискриминации. Здесь режим трэш-холд. Потому что я сам не знаю, как это все работает. Потому что я при вас собираю впервые. Друзья, я собрал прибор. Заняло это у меня минуты три. Собственно, прикрутил голову, раздвинул штангу и прикрутил катушку. Что касается того, как прикручивать катушку. Тут, на самом деле, все очень просто. Есть инструкция, но есть один нюанс. Вот этот шнур. Опять же, это из тех видосов, которые я смотрел на Ютубе. Нужно пропускать сверху. Не снизу, потому что можно заломить. Вот, и получается у нас глубина, на которую мы можем погружать, это вот сейчас 80 сантиметров. Можно развернуть где-то метр, может быть, метр двадцать будет глубина подводного именно поиска. Работает он вот на таких вот батарейках 9-ти вольтовых. С одной стороны, это минус, потому что батарейки достаточно дорогие и нечасто встречающиеся. С другой стороны, их хватает на чуть дольшее время, чем обычных пальчиковых батареек. Ну и я уже заказал себе аккумуляторы из Китая. Прикольная штука, кстати, аккумуляторы. Они у них вот здесь, вот я обязательно сниму обзор, у них вот здесь есть такое отверстие прям под зарядку. То есть, они заряжаются непосредственно кабелем в сам аккумулятор. То есть, отдельного зарядного устройства не требуется. Два аккумулятора купил и как бы на всю жизнь тебе хватит. Вот, вставляем, закрываем. Вот, есть комплектации с наушниками. Я не стал брать, у меня есть собственные наушники. Здесь, опять же, из плюсов есть выход мини-джек и есть джек. То есть, можно либо такие, либо такие наушники применять. Пришло время его включить. Надеюсь, что он заработает. Включение вот этой. Оп. Оп, гляньте, он работает. Вот, и, соответственно, вот так. Настраивается чувствительность прибора. Сейчас он реагирует на болты, которые у меня в столе. О цене забыл сказать. Такой прибор стоит 10 тысяч рублей. Есть разные комплектации. Там с пинпоинтерами, еще с наушниками, все дела. Немножко потестируем. Как я уже сказал, я особо не знаю, как он работает. Ну, то есть, я посмотрел много обзоров. Мне просто интересно, как он будет реагировать на тот или иной металл. Питак 24-го года. Так, тут надо как-то что-то делать с чувствительностью, я так понимаю. 5 копеек 79-го года. Вот так реагирует. Дальше. 20 копеек 45-го года. Я не вижу, к сожалению, экрана. Не могу сказать, что там по цифрам. Так, теперь серебряная медаль школьная. Вряд ли она из серебра. По расстоянию. Здесь тоже. Надо разбираться. Так, золотая штука. Ну, реакция какая-то есть. Серебро. Несколько крестиков серебряных. Ну, в принципе, в принципе, реагирует. Да, вот еще давайте. Вот еще золотая цепочка. Тоже реагирует. В общем, друзья, штука, на мой взгляд, работает. Да, штука работает. Штука требует каких-то настроек, потому что все время что-то пищит, кричит, но... Вот. Еще нужно, кстати говоря, прибор отстраивать от почвы. Это тоже важно, потому что прибор такой, типа профессиональный, и нужно отстраивать от почвы. Соответственно, возможно, сейчас он просто дает наводки какие-то здесь. Вот. Собственно, самое главное, друзья, он у меня есть, он работает. Дальше будем тестировать, пробовать, настраивать. Обязательно обо всем буду снимать видео. Это был канал Миклуха Макфлай, друзья. Ставьте лайки, пишите в комментариях. Пока-пока.